Добрый день, дорогие телезрители! Добрый день, дорогие зрители национального телевидения! На каналах НВК Сахай и Якутия 24 очередной выпуск программы «Подворье», которую вот уже неделю веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И надо сказать, что это мне в кайф, потому что темы такие замечательные, отопление, газификация, всякие, если не учесть там всяких кроликов, с которыми бегала Даша Анкехова, то вообще кайф. И сегодня мы находимся на замечательном таком дворе, это производственное предприятие, и я гарантирую, что сегодня будет грязно, пыльно и очень-очень такой хеви-метал. Потому что родная редакция нам поручила сделать, нам, мне и Руслану Ачирову, нам поручила сделать скамейку для ведущих программы «Утро Якутия», которую иногда, иногда в качестве хобби, что ли, ведет вот тот товарищ, которого сейчас лечат по технике безопасности, Руслан Ачиров. Я напоминаю, что у нас на инстаграм-страничке подворье, нижнее подчеркивание, ЕК24 в инстаграме идет розыгрыш замечательного кейса от магазина 220 вольт. Подписывайтесь, отмечайте своих друзей, вовлеченных в темы частного строительства и благоустройства. Надо сказать, что я, кроме того, что нормальный такой журналист, я еще и талантливый дизайнер, да, и я с моим непосредственным участием при помощи специалистов компании «Артник», которые являются одними из таких вот мазьдержащими ребятами в плане там хорошего такого экстерьерного, такого ландшафтного дизайна, да, мы разработали проект некого сооружения, на котором будет усаживать свое вот это вот место, вот это вот место Руслана Ачиров, замечательный, со своей напарницей, там, либо с Полиной, либо с той же Дашей Ангелькой. Всем привет, Руслан. Да, привет. Тебя залечили по части техники безопасности, да? Да. Тебя залечили, Руслан будет производить работу определенную по металлу, у него будет часть heavy metal, а у меня будет soft-sock wood, то есть я буду заниматься некоторыми аспектами деревообработки. И «Артник» это одна из замечательных подрядчиков в плане благоустройства, да, и у нас любая садовая мебель там и так далее имеет много общего с теми сооружениями, которые стоят в местах общего пользования, как говорится, общественное пространство, да, и ребята из «Артника» уже съели нацать собак. Не говорят, что ты там пристал к собакам и так далее, разве их можно кушать. Ребята, по-моему, с «Артника» кушают кошек, потому что у них пропала кошка совсем недавно, которая служила талисманом их предприятий. Они в данный момент ищут. Коля и Миша, давайте поближе подойдем все-таки. А, они ищут, чтобы мне дать, чтобы я ничего лишнего не отрезал, а мы смотрим, чтобы они дали Руслану, чтобы он тоже лишнего не отрезал. У нас объединенный выпуск программы «Испытаны на себе», и сегодня я еще раз говорю, Руслан будет испытывать на себе, что значит делать садовую мебель, мебель для дачи и так далее. Смотрите, какая организация у ребят. Замечательные монтажные столы, такие продуманные, хорошие. Я сделаю небольшой экскурс. Вот эта вот система, да, система, которая называется «Френч Клетч», вот такая, наверное, многие видели в Ютубе, да, и вот это, каждая кассета вставляется, вот такие полочки, это вообще мастхэф любой мастерской. Стоит оборудование по металлообработке, вот Николай Никифоров, один из ведущих мастеров компании «Артник», гриндер, смотрите, да, тисочки, торцовочка по металлу, всякие прибамбасики, и все это в очень-очень таком рабочем порядке. Вот это и есть рабочий порядок, а когда все вырезано и так далее, начинаешь подозревать хозяина некой такой этой. Я не знаю, зачем металлообработки и прочим бензопилах у Скварна, да, я не знаю. Обычно это принадлежно джиперов там и так далее. Вот Руслан, когда ездит на всякие прорывы, он использует это. Использовать Руслан... А ты куда пропал-то вообще? Ты заходи в кадр. Выстраивает кадр для того, чтобы, ну, успеть наработать. Давай, хорошо. Руслан будет сегодня орудовать замечательным полуавтоматом «Аврора». Он, скажем так, уже в одном из выпуска программы испытан на себе. Работал уже с таким, да? Да, ну, один раз. Один раз работал. Ну, ничего, один палец, два пальца, ничего страшного. Тем более, потеря на кадре. И 10. Как вот эта штука называется? Ну, короче, садж какой-то, да? Да, сковородки замечательные для, опять же, жарки мяса, обжарки овощей и так далее. И, смотрите, такое хорошее место самое. Заходим сюда. И практически я попадаю к себе в гараж, но в свой гараж, который выстроен по идеальному такому порядку. Абсолютно такой же рейсмус, как у меня джет. Абсолютно такой же, как у меня на 900 ватт стружка от соц джет. Фрезерный столик с встроенным Макита 3612 на 2 кВт? Получается, да. 2 кВт. Ну, крепления, скажем так, бокового упора, они такие абсолютно негламурные. Опять же, система French Clutch, которая, видите, написано в шестиграннике, битой и так далее. О, предел мечтаний, да? Чугуневый распиловочный стол, предел моих мечтаний. Но единственный минус, он достаточно немобильный. По-моему, да, человека четыре могут только перетаскивать. Смотрим здесь. Здесь же стоит аналог 65-го джета, долбежник, по-моему, это корвет, да? По-моему, корвет, фуган с долбежным приспособлением. Долбить в нашем случае, в случае столярничества, это нормально. То есть просверливать какие-то дырки в определенных плоскостях. Это нормально. И сейчас вот мы еще... А, забыл, компрессор стоит, системы. Значит, в любой момент можно обдуть вот это вот дело. Я же обещал, что будет пыльно и грязно, да? И еще раз, маска, любой мастерской, обдувание и прочее, прочее. Ну все, Руслан, давай, кончай там, завершай, заниматься своими камерами. Николай, согласитесь, что мой проект, мой проект, да, той, ну не садовой скамейки, ну вообще садовой, утилитарной скамейки, он такой некий парящий. Ну да. Нормальный такой дизайн, да? Нормальный такой дизайн. Да. Кстати, Володя, по-моему, который работает сейчас на радио Москве, подсказал идею. Мы сидели, обдумывались Николаем Мершликовым, Николаем Никифором. Что же можно сделать, чтобы вот эта скамейка не опрокинулась под таким мощным парнем, как Уфан Ащерл. Ну не совсем мощный. Нет, если к тебе добавить Полину Долинскую, будет мощно. Да. И решено было сделать из трубы профильной 60 на 35, 60 на 40. То есть абсолютная гарантия того, что скамейку не опрокинет, скамейка не сложится под определенными углами, потому что швы у нас, дорогие друзья, будут накладываться под вот такими углами, да, под вот такими углами. Ну все, давайте мы дадим Руслану возможность наложить шов или что-нибудь типа такого, да. Михаил, возьмите процесс вашего, я буду комментировать как супербоул, да. Итак, да. Я хочу вам сказать, что я вообще не опрокинет, сварщик. Поэтому... Так, да. И Руслан отрезает заготовку. Вы объяснили, да, что нельзя отрезать заготовку и вместе с этим свой палец. Объяснили, да? Я понимаю. Очки защитные. Сизы – это в деле вообще обработки любых поверхностей, это номер один. То есть в данном случае перчаточки и я бы... Да, да, защита органов зрения, очечки, поликарбонат. Выглядит очень брутально, да. Спасибо огромной компании «Артник», которая согласилась еще раз на глазах у изумленной публики с весьма неопытными телеведущими сделать вот этот вот экспириенс. И Руслан сейчас будет отрезать металл. Режем металл. Ну, Николай, давайте мы соя, как комментаторской будки, будем комментировать. Размечены, я так понял, заготовки, да? Да, это заготовка размечена. И Руслану предстоит отрезать под определенным углом. А это не проще было сделать на той торцовочной пиле? Она немного уводит, лепит. Да. Там хорошо сделать 45-ый угол, чтобы 45 градусов. Фекированный угол, да. А тут у нас уже получать стандартный угол, да. Волнуется, волнуется, Таня, сразу видно, и как бы не накосячить. Но, друзья, у него на самом деле очень хорошие. И Женя Форд, к примеру, да, который занимается сваркой металлобработкой уже довольно долгое время. Я думаю, что, общаясь с ними, он какие-то нагрузы получил. Так что он немножко привирает для вас, что варить его раз. Потому что джиперу варить, рулевую тяду и так далее, это всегда. Когда просто наблюдаешь, уже что-то впитываешь. Да, конечно. Как держать выпуск, как не отрезать палец. Но я все-таки, почему я зацикливаюсь на отрезанных пальцах и так далее, потому что безопасность на производстве – это прежде всего. Я очень-очень рад, что ребята имеют высокую культуру производства, которая обеспечивает также и безопасность. С обратной стороны, резко будет с обратной стороны. Вот сейчас важно, чтобы плоскость заспала, да? Да. Или неважно, можно потом отработать? Ну, небольшой козор, в принципе, не такой страткий. Главное, чтобы градуси 2 потолкнулся. Главное, что будет Руслан, который знает, что эксплуатировать этот стандарь будет стандарь, я думаю, испытывает очень такие разрушенные чувства. Тем более он будет сверху на судебном павильоне. у тебя все конечно силы да все отлично михаил следите за этим это нас особенно волнует болгарочка кстати да дэволт овская ожидает ребят дэволт овская болгарка насколько на 650 ватт 700 или 920 по моему да ой у нас время полетит может мы пока пройдем цель деревообработки ли вы пока выготавливаете наконечники для того чтобы руслан творил под определенным углом да но пока они будут защищать и так далее может пройдем пока деревообработку и прогоним скажем так мой показательный потому что иногда люди думают что приходят тут понимаете журналисты начинает мешать там толковым ребятами так далее я просто хочу показать что и и для меня это дело не новое вот обшивка обшивка нашей будущей скамейки смотрите какая текстура лиственницы я обожаю работать с лиственницей смотрите какая текстура и при грамотном финишным финишной обработки которую вчера кстати вот один из володи луковского знаете да который он дома красит да а тут получается но определенное изделие и ну вот это вот старое я так понимаю это все сделано из обрезков мы вот эту вот старую обработку снимем сейчас при помощи рейсмуса ну все вот эти мне заготовки нужно прогнать да да поможете мне просто с микрофоном это как-то довольно сложно все сейчас звук уйдет я просто отложу микрофон просто полюбуйтесь на то как работают руками журналисты телеканала якутия 24 я отложу микрофон заменяем заменяем под какую толщину мы сейчас толщина заготовки 2 6 а сейчас сколько сейчас 2 и 7 2 и выставляет все замечательно я запускаю вот вот Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ну, потом все вот эти швы зачищаются и так далее а мы, да, та-да-дам-да-дам а мы представляем вот эту вот самую конструкцию которую, конечно же, специалисты компании «Артник» Николай и Михаил они заранее подготовили и у нас получается такая вот конструкция видите, смотрите, две боковины две боковины, которые на которых будет сидеть поперечина поперечина просто схематически соберем можно так, да на самом деле они приварятся вот в торец же, да? Да. На самом деле в торец и плоскость будет одна. Приварятся чуть пониже, получается. А, чуть пониже, чтобы... Да, и уровень доски у нас вровень... А, все понял. То есть доска не плашмя ляжет на боковину, а ляжет в уровень. В уровень, получается. Да. Но просто схематически мы соберем сейчас. Еще раз. Да, я сейчас притащу пару планок. Вот этих необработанных, да? Схематически, чтобы у вас было видение той конструкции, которая... Которая у нас должна получиться. Да. Да, замечательно. Это очень схематически. Еще раз, конечное творение мы покажем в программе Руслана «Испытано на себе». И одну планочку, с вашего позволения, мне вот так. Спинка также будет, опять же, в уровень, ну, вот такими вот планочками сделана. Ну, в принципе, понятна конструкция, да? И двое человек на ширине 120 сантиметров абсолютно спокойно поместится. Согласны, Николай? Вот такая вот конструкция. Нормально? Нормально. Можно даже тиражировать на какие-то общественные пространства, если из каких-то муниципалитетов будут пожелания, сделайте нам в Саварганде такую же скамейку, абсолютно, как у Руслана Ачевы и Дмитрия Аргунова. Абсолютно легко делайте. С идеей к нам пришел Дмитрий. Схематической. Да, схематической. Чуть-чуть-чуть ее доработали. Не доработали. Самое главное расчеты. Нужно было рассчитать всю толщину и габариты профиля для того, чтобы вот эта штука... Мы же хотели сначала, по-моему, 40 на 25 сделать, да? Чтобы она более легковетно казалась. Потом при моделировании в специальной программе ребята промосятся. Мы стояли, чтобы сделать ее более прочной. Да. Потому что если делать, то делать, чтобы не ломалось. Да. И не потому, что Руслан такой вот крепкий, мощный, да? Он худеет на самом деле. А Полина и тем более Катя Винокуру, они, ну, девочки вообще невесомые. Но еще раз, вот эта вот штука, она не будет опрокидываться, не будет заламываться и все прочие вещи. Что-то у нас на связи нет студии. Минута или две осталось, да? Так, вот. Все понятно. У нас остается одна минута. И еще раз, мы просто схематически показываем вот наше творение. Окончательный вид изделия приобретет в программе Руслана, испытанный на себе. И мы продолжаем параллельно съемки программы, испытанный на себе. Руслан продолжает дуговую, чуть ли не, ну, полуавтоматическую сварку. А мы напоминаем о том, что на инстаграм-аккаунте подводе ЕКТ идет розыгрыш замечательного приза от магазина 220 вольт. Ставьте комментарии, подписывайтесь и получите шанс, чтобы Лиза Лнеев могла определить победителя. Ну, давайте еще увидимся через неделю, потому что следующая неделя будет тема там с козочками, с грядками, рассадами от Даши Анкехова. Суровый такой сельский дед Дмитрий Аргунов заканчивает свой недельный цикл. Было приятно с вами работать, получать обратную связь. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова